Алексей, с тех, с кем сыграли, защитники, каких сборных, кого-то можете выделить, кто вам показался? Зайцу. Зайцу. Говори Зайцу. Привет. Олимпийская квалификация, запланированная аж на август, перенесена на целый год. Это очень плохой знак, очень. Так, пожалуй, и со стартом КХЛ может возникнуть напряженка. За два года Алексей Марченко получит в локомотиве 150 миллионов рублей. Но это самый ярославский защитник на рынке свободных агентов. И это идеальный союз, если забыть про ярославский фактор, который делает даже самые удачные сделки провальными. Марченко всегда сосредоточен на обороне, идет вперед, если только деваться некуда, при этом никогда не тянет одеяло на себя, а его незаметность – главный плюс. Есть и еще одна особенность Алексея, связанная с его характером. Он может быть чем-то недоволен, иногда готов пожаловаться на обстоятельства, но этими разговорами выплескивает всю злобу, и уже на следующую тренировку, на ближайший матч выходит так, словно ничего и не происходило. Это, безусловно, защитник первой пары локомотива, человек, который может гасить все меньшинство. О, находка для любого тренера. Непонятно, почему его услугами не воспользовались Авангард, СКА, да и ЦСКА совершенно напрасно отпустил хоккеиста на все четыре стороны. Он, конечно, не из дешевых, и, наверное, это единственная проблема Алексея. В Сочи вернулись нападающий Кирилл Капустин и защитник Анатолий Елизаров. Южный клуб на пороге больших изменений, но пока об этом официально не объявлено. В Магнитогорске продолжают держать в напряжении. Антипин расторгнул контракт и теперь на рынке свободных агентов. Бутузов подписан на два года, а еще один ветеран легко предал «Металлург». Накануне клуб разорвал отношения с возрастным защитником Евгением Бирюковым. Не так давно хоккеисту сократили зарплату. Не очень сильно Геннадий Величкин всегда щедро накидывал любимчикам, но при этом продлили контракт. Евгений с возрастом не становился быстрее и расторопнее. Все чаще и чаще болельщики были недовольны его действиями. Сам он, конечно, определенный уровень держал, но это был уже совсем не тот хоккеист, которого приглашали в сборную. Да какая там сборная, Илья Воробьев, кажется, с разочарованием смотрел на Бирюкова в прошлом сезоне. Он уж точно не соответствовал новой концепции. В итоге Евгению предложили перейти в Тренецкие штабы, это было честное предложение. Но Бирюков моментально забыл все то, что делал для него «Металлург» и пошел искать счастье в качестве свободного агента. Не знаю, какие аргументы будет приводить его агент, но менеджеры, которые предложат контракт, видимо, совсем отчаялись. Андрей Костицын подписал контракт с нефтехимиком и тут возникает другой вопрос. Что же происходит с финансами в Минске, если они отказались от хоккеиста, которого позволил себе нефтехимик? И последние новости очень грустные. Миллиардер Дмитрий Басов покончил с собой, а он был главой попечительского совета Сибири. Зная, как устроена хоккейная вертикаль в стране, я предполагаю, что для клуба могут наступить очень тяжелые времена. Этого нам еще не хватало. До свидания. Самый-самый-самый. Кто? Кирилл Орецкий. Мы интервью с себя дают. Самый-самый. Вы просто должность такая, самый-самый, да? Да. Самый-самый, а как? А самый-самый с большой буквы, слов? Да, с двумя большими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.